Рассмотрим функции y равен x, y равен x в квадрате и y равен x в кубе. Эти функции и их графики нам известны. Все эти функции, а также функции приведенных примеров, это частные случаи степенной функции. Степенной функции с натуральным показателем называется функция, заданная формулой y равен x в n-ой степени, где x – независимая переменная, а n – натуральное число. Выясним свойства степенной функции и ее графика для любого натурального n. Областью определения степенной функции является множество всех действительных чисел. Остальные свойства рассмотрим отдельно для четных и нечетных показателей степени n. Для любого n, если x равно 0, то y равно 0, то есть график функции проходит через начало координат. Четная степень как положительного, так и отрицательного числа положительна. Следовательно, график степенной функции для четного n расположен в первой и второй координатных четвертях. Нечетная степень положительного числа положительна, а отрицательного – отрицательна. Значит, график степенной функции для нечетного n расположен в первой и третий четвертях. При четном n функция возрастает на промежутке от нуля до плюс бесконечности и убывает на промежутке от минус бесконечности до нуля, а при нечетном возрастает на всей области определения. При четных n область значения функции есть множество неотрицательных чисел. При нечетных – область значения функции есть множество всех действительных чисел. Рассмотрим пример номер один. Дана функция y равно x в шестой степени. При каких значениях x значение функции, то есть y от x, меньше или равно нулю? 6 – четное число. Множество значений функции y равно x в шестой степени – множество неотрицательных чисел. Причем y равно нулю только при x, равном нулю. Это единственное значение, удовлетворяющее условию y меньше или равно нулю. Ответ – x равно нулю. Рассмотрим пример номер два. Дана функция y равно x в двенадцатой степени. Что больше, y от минус семнадцати или y от пятнадцати? Для решения вовсе не обязательно возводить числа минус семнадцать и пятнадцать в двенадцатую степень. Можно воспользоваться свойствами степенной функции. Так как двенадцать – четное число, y от минус семнадцати равно y от семнадцати. А функция y равно x в двенадцатой степени возрастает на промежутке от нуля до плюс бесконечности, и y от семнадцати больше y от пятнадцати. Таким образом, мы получаем, что y от минус семнадцати больше. Рассмотрим пример номер три. Проходит ли график функции y равно x в кубе через точки А1 минус один, Б – два тридцать два, С – минус пять минус сто двадцать пять, и Д – минус три двадцать семь. На этот вопрос можно ответить не строя график, а проверив, удовлетворяют ли координаты точки уравнению y равно x в кубе. Для точки А координата x равно один, координата y равно минус один. Так как один в кубе равно один, а не минус один, следовательно, график не проходит через точку А. Аналогично, два в кубе не равно тридцати двум, а минус три в кубе не равно двадцати семи. И через точки В и Д график также не проходит. Для точки С минус пять в кубе равно минус сто двадцать пять, и график проходит через точку С. Рассмотрим пример номер четыре. Укажите какое-нибудь значение аргумента, при котором значение функции y равно x в четвертой степени больше, чем восемь в двадцатой степени. Представим восемь в двадцатой степени в виде степени с показателем четыре. Восемь в двадцатой степени равно скобка открывается, восемь в пятой степени, скобка закрывается, в четвертой степени. То есть восемь в двадцатой степени равно y от восьми в пятой степени. Так как функция y равно x в четвертой степени возрастает от нуля до плюс бесконечности, в качестве нужного значения аргумента можно взять любое число, больше, чем восемь в пятой степени. Например, десять в пятой степени. Ответ. Десять в пятой степени.